Беседа сорок седьмая Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Евангелие от Иоанна 6, 53, 54 Когда беседуем о предметах духовных, ничто житейское да не будет в душах наших, ничто земное. Но все это да будет удалено, все да будет устранено, чтобы мы могли всецело предать одному слушанию божественных слов. И если при входе царя в город затихает весь шум, то гораздо более в то время, как Дух беседует с нами, мы должны вникать с глубоким безмолвием и с великим страхом. А что сегодня читано, то действительно достойно страха. Что же именно? Послушай. Истинно говорю вам, говорит Христос, если кто не будет есть плоти Моей и пить крови Моей, тот не будет иметь жизни в себе. Так как иудеи перед тем говорили, что это невозможно, то он показывает, что не только не невозможно, но и весьма необходимо. Поэтому и прибавляет. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Слова его, если кто ест от хлеба сего, не умрет вовеки. Легко могли показаться им странными, как и тогда, когда они говорили, Авраам умер и пророкы умерли. Как же ты говоришь? Невкусит смерти. Иоанна 8,52. Поэтому он, чтобы разрешить такое недоумение и показать, что действительно не умрет, навсегда упомянул о воскресении. Часто же говорит о таинстве причащения, чтобы показать, как оно необходимо и что оно непременно должно быть. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Стих 55. Что значит эти слова? Ими он хочет или сказать то, что плоть его есть истинная пища, спасающая душу, или же уверить их в сказанном, так, чтобы они не считали слов его загадкой и притчей, но знали, что непременно должно вкушать тело его. Далее говорит, «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и я в Нем». Этим показывает, что такой человек соединяется с Ним. Следующие же слова, если не вникнуть в их смысл, представляются, как будто не имеющему связи с предыдущими. Какая в самом деле, говорит, последовательность? Сначала сказать, «Идущий Мою плоть во Мне пребывает», а затем продолжать, «Как послал Меня живой Отец, и я живу Отцом, и идущий Меня жить будет Мною». Однако ж, между этими словами есть большое соответствие. Так как Христос много раз говорил о жизни вечной, то в подтверждение того же и присовокупил, «Во Мне пребывает». Если же «Во Мне пребывает», а Я живу, то явно, что и Он будет жить. Потом говорит, «Как послал Меня живой Отец». Это сравнение и уподобление. Он как бы так сказал, «Я живу так, как Отец. А чтобы ты не счел Его нерожденным, Он тотчас прибавил. Отца ради». Но этим показывает не то, будто Он для своей жизни имеет нужду в каком-либо содействии. Еще прежде Он опроверг эту мысль, сказав, «Как Отец имеет жизнь в себе, так дал и Сыну иметь жизнь в себе». Иоанна 5, 26. Если же допустить, что Он нуждается в содействии, то будет следовать, что Отец не дал так, то есть Сыну иметь жизнь в себе. И значит, те слова ложны. А если дал, то Сын уже не имеет нужды ни в каком постороннем содействии. Что же значит «Отца ради»? «Если же здесь Христос указывает только причину и говорит, как бы так, как живет Отец, так и живу Я. И идущий Меня, тот будет жить вовек, ради Меня». Стих 57. Жизнь здесь, разумеет, необыкновенную, но прославленную. А что Он говорит о жизни необыкновенной, но о той, славной и неизреченной. Это видно из того, что все и неверующие, и непосвященные тоже живут, хотя и не вкушают той плоти. Видишь, что речь идет не об этой жизни, но о той. Он как бы так говорит, «Едущий Мою плоть не погибнет по смерти, и не подвергнется наказанию». И не об общем так же воскресении говорит, так как все одинаково воскреснут. На воскресении особенном, славном, соединенном с наградою. «Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Стих 58. Непрестанно повторяет одно и то же для того, чтобы напечатлеть это в душе слушателей, так как учение об этом было почти последнее. И что будет твердить веру в догмат о воскресении и жизни вечной. Итак, Христос говорит и о воскресении частью потому, что сказал о жизни вечной, а частью и для того, чтобы показать, что эта жизнь не теперь, но будет по воскресении. Откуда же скажешь это видно? Из Писания. К нему, при всяком случае, отсылает он иудеев, повелевая из него достоверяться в том, а словами «даёт жизнь миру» стих 33. Он возбуждает в них соревнования, чтобы таким образом они не лишали себя этого дара, по крайней мере, из ревности, что другие наслаждаются им. А мания же часто упоминает для того, чтобы и различия показать между ею и небесным хлебом и привести их к вере. Если для него возможно было без жатвы, без хлеба и других снадобий, сохранить в продолжении сорока лет жизни их предков, то тем более это возможно будет теперь, когда он пришёл совершить большие дела. С другой стороны, если то были некоторые образы, и однако же тогда собирали пищу без пота и трудов, то тем более это будет теперь, когда во всём большее различие, когда смерти уже нет, и мы пользуемся истинной жизнью. Хорошо и то, что Христос часто упоминает о жизни, потому что жизнь вожделена для людей, и ничто так неприятно, как не умирать. И в Ветхом Завете было обещание долговечности многолетия, но теперь обещается не просто долговечность, но жизнь конца не имеющая. Вместе с тем Христос хочет показать, что Он отменяет наказание, бывшее следствием греха, уничтожает тот смертный приговор, и вопреки прежнему определению, вводит не просто жизнь, но жизнь вечную. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме, стих 59, где Он совершил много чудес, и где поэтому Его должны были слушать с особенным вниманием. 309. Но для чего Он учил в синагоге и в храме? Как для того, чтобы уловить собиравшийся в них народ, так и для того, чтобы показать, что Он действует непротивно Отцу. Многие из учеников Его, слыша, то говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Что значит странные слова? Значит, сурово, трудно, тягостно. Но ведь Он ничего такого не говорил, потому что и беседовал не о жизни и деятельности, но о догматах, часто упоминая о вере в Него. Так что же, то ли значит странно есть слово, что Он обещает жизнь и воскресение, то ли, что Он сказал, с небес сошел, или то, что нельзя спастись не идущему Его плоти, это ли, скажи мне, жестоко. Но кто станет утверждать это? Итак, что значит странно, значит неудобо, приемлемо, превышает их немость, наводит великий страх? Они думали, что Он говорит нечто такое, что выше Его достоинства и далеко превосходит Его силы. Почему и говорили, кто может Его слушать, желая, может быть, тем оправдать себя, потому что намерены были отстать от Него. Но Иисус, зная сам себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Может быть, тем оправдать себя, что намерены были отстать от Него. Зная то, Иисус и сказал, что вы ропщите, а такое ведение тайных помыслов есть доказательство Его Божества. И говорит, это ли вас соблазняет? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Стих 62. Так же Он поступил и с Нафанаилом, сказав, я сказал тебе, видел тебя под смоковницей, поэтому веруешь, больше всего увидишь. 1.50. И с Никодимом Никто восходил на небо, только Сын Человеческий, сущий на небесах. 3.13. Что же, к недоумению Он присовокупляет новые недоумения. Отнюдь нет. Напротив, величием и множеством догматов хочет удержать их при себе, сказав просто, с небес сошел и не присовокупив ничего больше. Он тем скорее соблазнил бы их, но сказав, тело мое, жизнь мира, так же, как послал меня отец живой, и я живу отцом, еще с небес сошел. Он тем разрешает их недоумение. Кто говорит о себе одно великое, того, конечно, еще можно подозревать во лжи, но кто вслед за тем высказывает столь многое, тот уничтожает всякое подозрение. Все же он и делает и говорит для того, чтобы удалить их от мысли, что отец его Иосиф. Значит, он говорил так не для усиления соблазна, а напротив, для его уничтожения. Кто считал бы его сыном Иосифа, тот не принял бы его слов. А кто убедился, что он сошел с неба и опять зайдет туда, тот удобнее мог внимать его словам. После того Христос присовокупляет и другое решение, их недоумение. говоря, дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Это значит, что говорится обо мне, тому должно внимать духовно, а кто внимает чувственно, тот ничего не приобретает и не получает никакой пользы. Сомневаться же в том, как он сошел с неба и думать, что он сын Иосифа и спрашивать, как он может дать нам есть плоть свою, было делом плотского слушания. Между тем, как все это следовало понимать таинственно и духовно. Но откуда, скажешь, они могли понять, что такое значит есть плоть? Потому-то им и следовало выждать удобного времени и расспросить, а не оставлять его. слова, которые говорю вам я, суть дух и жизнь. Стих 63. То есть божественный и духовный не заключает в себе ничего плотского и не подлежат естественному порядку, но чуждость всякого рода необходимости и выше законов, действующих на земле, имеет смысл другой, особенный. Таким образом, как здесь сказал дух, вместо того, чтобы сказать духовные глаголы, так и сказал плоть, разумеем, не плотские предметы, но плотское слушание, намекая вместе и на иудеев, которые всегда желали плотского, между тем, как надлежало, желает духовного, потому что кто предметы духовные станет понимать чувственно, тот не приобретает никакой прибыли. Что же, разве его плоть не есть плоть? Без сомнения, плоть. Как же он сказал, плоть не пользует немало? Это он сказал не о своей плоти, отнюдь нет, но о тех, которые его слова понимают чувственно. Что же значит понимать чувственно? Смотреть на предметы просто и не представлять ничего большее. Вот что значит понимать чувственно. Но не так должно судить о видимом, а надо внутренними очами прозирать во все его тайны. Вот это значит понимать духовно. Ведь кто не ест его плоти и не пьет его крови и не имеет жизни в себе? Как же плоть ничего не пользует, когда без нее невозможно жить? Не видишь ли, что слова плоти не пользуют немало, сказано не о плоти его, но о плотском слушании? Но есть из вас некоторые неверующие. И 64 опять по своему обычаю придает важность своим словам, предрекая будущее и показывая, что он говорил все это не потому, чтобы искал славу у них, а потому, что заботился о их благе. Сказав некоторые, он через то исключил учеников, потому что вначале он говорил и видели меня и неверуете. Их 36 И теперь, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующая и кто предаст его, и сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от отца моего. Здесь Евангелист указывает нам на добровольное, принятое Христом домостроительство спасение и на его незлобие. И слово искренне здесь поставлено не без цели, но чтобы ты познал его предведение и то, что он еще прежде этих слов и не после того, как иудеи возраптали и соблазнились, а еще прежде знал предателя, что было доказательством его божества. Затем присовокупил, если недавно будет свыше от отца моего, убеждая их считать Бога отцом его, а не Иосифа, и показывая, что уверовать в него дело немаловажное. Он как бы так говорил, не тревожит, не смущает, не удивляет меня неверующие. Я знаю это гораздо прежде, чем случилось. Знаю, кому дал отец уверовать из меня. 311. Но когда ты слышишь «Да, не думай, не думай, чтобы было раздаяние просто пожребия веры, что получает тот, кто оказывается достойным принять». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие Теяна 6, 66. Не без причин евангелист не сказал «Отошли», но отошли от него. Этим он показал, что они, отделившись от Христа, прервали преуспеяние в добродетели и потеряли ту веру, которую прежде имели. Но с двенадцать учениками этого не случилось. Поэтому он и говорит «Тогда Иисус сказал «Не хотите ли и вы отойти?» Сти 67. Чем опять показывает, что не нуждается в их служении и послушании и не затем водит их за собою? Иначе стал ли бы он спрашивать их так, почему же он не похвалил их, почему не превознес? Части для того, чтобы соблюсти приличные учителю достоинства, а части для того, чтобы показать, что он этим способом скорее мог привлечь их к себе. Если бы он похвалился, они могли бы подумать, что оказывают ему услугу и поддаться какой-нибудь немощи человеческой. Когда же показал, что не нуждаются в их следовании за ним, то я тем более удержал их при себе. И смотри, с какой мудростью он говорил, не сказал, отойдите, потому что это значило бы отгонять, но говорит вопросительно, не хотите ли вы отойти, чем показывать, что он устраняет всякое насилие и принуждение и хочет, чтобы они оставались при нем не из-за какого-либо стыда, но почувств благодарности. А тем, что не укорил их явно, но коснулся незаметно, он показал, как должно любомудрствовать в подобных случаях. Но с нами бывает напротив, это понятно, потому что мы все делаем ради своей славы. Поэтому и думаем, что наше благосостояние уменьшается, когда уходят служащие нам. Но он презирал учеников, но потому что не хотел удерживать их при себе силой и принуждением. Ведь оставаться по этой причине все равно, что и отойти. Что же Петр? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, сын Бога живого. И 68, 69. Видишь ли, не слова Христов были причиной соблазна, а невнимание, беспечность и неблагодарность слушателей? Если бы он и не сказал тех слов, они и тогда соблазнились бы и не успокоились бы, потому что непрестанно думали о пищи телесной и были пригвождены к земле. Ведь вместе же с ними слушали и эти апостолы. Однако же высказали совсем не то, что они говорят. Кому пойдем? Этот ответ обнаруживает великую любовь. Он показывает, что для них учитель дороже всего. И отцов, и матерей, и имений, и что оставив его, они не могли бы уже найти, куда прибегнуть. Но чтобы не показалось будто слова к кому идти, Петр сказал, потому что не было никого, кто бы принял их. Он тот чисто купил у тебя глаголы вечной жизни. Другие предоставляя все вере, потому и Христос говорил, глаголы, которые говорю я вам, суть дух, то есть не предполагая это учение, содержащееся в моих словах, подлежит обыкновенному порядку вещей, и тем законам, по которым все совершается. Предметы духовные не таковы, они не могут быть подчинены законам земным. На это и Павел указывает, когда говорит Римлянам 10 6 стих А праведность от веры так говорит не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. У тебя глаголы вечной жизни. Вот они приняли учение о воскресении и о будущем воздаянии. Смотри же, какое братолюбие, какую любовь высказывает Петр, отвечая за весь лик апостолов. Не говорит я познал, но познали. Особенно же обратив внимание на то, как приноравливается к самым словам учителя, говоря не то, что говорили иудеи. Те говорили, это Иосифов сын, а Петр, ты Христос сын Бога живого, еще, у тебя глаголы вечной жизни. И он говорил так вероятно потому, что часто слышал слова Христовы, верующий в меня имеет жизнь вечную. Припомнив таким образом самые слова, он показал тем, что содержит в памяти все сказанное. Что же Христос не похвалил и не превознес Петра, хотя это и сделал при другом случае, но что говорит? Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Так как Петр сказал, и мы веруем, то Христос исключает из этого лика иуду. В другом месте Петр не сказал ничего об учениках, но на вопрос Христа за кого принимаете меня, не отвечал «Ты Христос сын Бога живого» Матфея 16-15. Но так как здесь сказал «И мы уверовали», то Христос по справедливости не оставляет иуду в лике учеников, а это он сделал с намерением заранее отвратить вероломство предателя, и хотя знал, что это будет бесполезно, тем не менее исполнял свое дело. 313. И смотри, с какой мудростью поступил Христос, он и не открыл вполне предателя, и не оставил его совсем неизвестным, чтобы он с одной стороны не сделался более бесстыдным и упорным, а с другой, думая, что остается неизвестным, не отважился бесстрашно на злодеяние. С этой целью, продолжая свою беседу, изобличает его яснее. В самом деле, сначала он включает и его в число прочих, сказав, некоторые, которые не веруют, а что здесь он разумел и предателя, это показал евангелист словами. Это говорил он об Иуде Симонова из Кориоти, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Но так как Иуда остался при нем, то он изобличает его сильнее, говоря, один из вас дьявол, и таким образом наводит страх на всех вообще, желая прикрыть его. При этом справедливо может возникнуть недоумение, отчего теперь ученики не говорят ничего, а впоследствии приходит страх, и в недоумении смотрят друг на друга и спрашивают, не я ли Господи? Матфея 26, 22. И Петр подает знак Иоанну, чтобы он узнал о предателе, и спросил учителя, кто это? Иоанна 13, 24. Итак, какая тому причина? Петр тогда еще не слышал, отойди от меня сатана, Марк 8, 33, а потому и не имел никакого опасения. Когда же подвергся упреку, и несмотря на то, что говорил от великого расположения, не только не заслужил одобрения, но и услышал название сатаны, то при словах «один из вас предаст меня» Иоанна 13, 21 справедливо уже убоялся. С другой стороны, и Христос теперь не говорит «один из вас предаст меня», а «один из вас дьявол». Потому они даже не поняли этих слов, а думали, что он только укоряет за лукавство. Но для чего он сказал «не двенадцать ли избрал я вас и один из вас дьявол», чтобы показать, что его учение чуждо вести. Так как в то время, когда все оставили его, они одни остались при нем, и через Петра исповедали его Христом, то чтобы не подумали, что он станет за это льстить им, он удаляет их от такой мысли. Он как бы так говорит «ничто не может отклонить меня от обречения людей злых. Не думайте, что я стану льстить вам за то, что вы остались при мне, или что я не буду обличать порочных, потому что вы последовали за мной. К этому не склонит меня и то, что могло бы склонить учителя. Кто сам с собой остается при учителе, тот представляет тем свидетельство своей любви к нему, а избранный учителем почитается от людей несмысленных, за безумного и отвергается ими. Но и это не удержит меня от обличений. Между тем в этом и теперь язычник обвиняет Христа, но напрасно и неразумно. Бог никогда не делает людей добрыми через насилие и принуждение. Его избрание призываемых ненасильственное, но совершается через увещание. А чтобы тебе увериться, что призывая он ненасилует, смотри, сколько погибло людей званых. Отсюда видно, что в нашей воле и спасение, и погибель. 314. Слыша это, научимся же всегда трезвиться и бодрствовать. Иуда был причен к тому святому лику, подобился столь великого дара, совершал чудеса, потому что и он вместе с прочими был послан воскрешать мертвых и очищать прокаженных. И несмотря на это, как скоро был порабощен тяжким недугом, страсти и сребролюбия, предал и своего владыку. И ничто не принесло ему пользы, ни благодеяния, ни дарования, ни пребывания со Христом, ни служения, ни мовения ног, ни общения с трапезией, ни хранения ларца. На это все обратилось даже в повод к его наказанию. Будем же бояться, чтобы и нам через сребролюбие не сделаться подражателями Иуде. Ты не предаешь Христа, но когда предираешь нищего, и стаивающего от голода или гибнущего от холода, навлекаешь на себя тоже осуждение. Также когда мы недостойно приобщаемся в тайн, мы погибаем наравне с Христоубийцами. Когда похищаем, когда угнетаем бедных, то навлекаем на себя величайшее наказание и весьма справедливо. В самом деле, доколе будет так владеть нами любовь к настоящим вещам, излишним и бесполезным, а богатство и принадлежит к вещам излишним, от которых нет никакой пользы, доколе нам не взирать на небеса, не трезвиться, не знать сытости в наслаждении этими земными и приходящими благами. Уже ли мы не знаем из опыта их ничтожества? Представим себе бывших до нас богачей. Не сон ли все их блага? Не тель ли цвет, не поток ли протекающий? Не повесть ли басня? Вот такой-то был богат. Где же теперь его богатство? Сгибло и стлело. А грехи, совершенные за него, и наказание за грехи остаются. Но если бы даже наказания не было, и царство не предстояло, и тогда следовало бы уважать в бедном одноплеменность и однородность с нами, и постыдиться того, что он подобострастен нам. Между тем мы кормим псов, многие же кормят и диких ослов, и медведей, и других разного рода зверей. А презираем человека, истаивающего от голода. Таким образом, для нас чужое дороже родного, и свое хуже того, что не наше и не родственно нам. Но неприятно ли, скажешь, строить великолепные домы, иметь множество рабов, упокоясь на ложе, смотреть на золотой свод? Да, это излишне и бесполезно. Есть другие здания гораздо великолепнее и выше этих. Ими нужно увеселять свои взоры, и никто тому не воспрепятствует. Хочешь ли видеть прекраснейший свод? Когда настанет вечер, смотри на небо, усеянное звездами. На это скажешь не мой свод. Напротив, это даже более твое, чем тот. Он для тебя и создан и принадлежит тебе наравне с твоими братьями, а тот не твой, на твоих наследников после твоей смерти. Притом этот свод небесный может принять величайшую пользу, а тот причинить тебе величайший вред, сделавшись день суда твоим грозным обвинителем, потому что он был обречен золотом, когда Христос не имел необходимой одежды. Не будем же впадать в столь великое безумие, не станем гоняться за тем, что мимолетно, и убегать того, что пребывает постоянно. Не будем предателями своего спасения, но станем держать надежды на благо будущее. Старики, юноши, как вполне убежденные, что и для них немного остается времени, потому что день Господень придет как тач ночью. Итак, зная это, жены пусть умоляют мужей, мужья пусть убеждают жен, будем мучить юноши и дев, и все будем наставлять друг друга, презирать настоящее благо, и искать будущих, чтобы исподобиться их по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки и веков Аминь.